Дмитрий Орешкин 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 пророк к финалу сказки Олеши Третьего Стяка с оружейником Проспера, выставшим народом и тому подобным вещами. Наверное, экономист может ясно объяснить, для каких именно групп в бизнесе и в индустрии российской в ЭТО более опасно. Но я не думаю, что оно опасно для вступления в ЭТО, опасно для нынешней системы, для модели в целом. С одной поправкой в ее стабильном состоянии, относительно стабильном. Она ведь у нас, так сказать, торговка сырьем, но торговка глобальная. И она не боится, на самом деле, глобальных процессов. Она, это наша политическая система. Система, да. А вот, но сегодня в состоянии, когда ее верхи вступили в какую-то фазу крэйзи, значит, когда они наслаждаются распадом прежней системы управляемой демократии, но ничего нового придумать не могут, и скачут среди этих обломков, и обнаруживают, что можно, возможны такие вещи, которые вчера были невозможны. То действительно, я могу себе представить, что и с ЭТО могут что-нибудь интересное предпринять, что-нибудь такое, что нарушает правила и ЭТО, и нашей системы одновременно, потому что главное в сегодняшнем состоянии нашей политической системы, что она считает, что она отменила значение правил, процедур и сопротивление любых материалов, как политических, так и человеческих. Вот так мудрёно. Дмитрий. Ну, я попроще. Если с точки зрения такой пропагандистской, то если будет плохо, то среди прочего можно будет сказать, а вот вступили в ЭТО, и стало плохо. Точно так же можно сказать, а вот по грехам нашим, приложить какое-то другое объяснение. А точно так же можно сказать, что 20 лет назад свергли самое справедливое общество, и теперь получите. То есть объяснить задним числом, когда будет плохо, всё нужно разными причинами, в том числе вступлением в ЭТО. Если будет хорошо, что вряд ли, то все забудут. Так что, по-своему, Лимонов прав. В нужный момент он скажет, что я предупреждал. Что касается реально, вот так вот, если с экспертной точки зрения, то это настолько сложная система, что вот, когда её ткнёшь в какой-то точке, ты не знаешь, где тебя отзовётся. С одной стороны, понятно, что наши предприятия будут терять конкурентоспособность по отношению к западной продукции. Как будто мы сейчас прям купаемся в своей отечественной продукции. С другой стороны, открываются возможности, в частности, политические возможности, влиять на какие-то там мировые процессы. Начнём с того, что весь белый свет в ЭТО включает Китай, за исключением, может, Белоруссии, да, там ещё каких-то маргиналов. Ну и чушь России, одной из крупнейших стран мира, там не быть. Так что я думаю, что решение-то правильное. Другое дело, что при хреновом управлении даже правильное решение может привести к негативным результатам. А в целом, ну просто никуда не денешься. Так или иначе надо было вступать, иначе ты остаёшься пассивным игроком и тобой распоряжаться. Ты не можешь обсуждать таможенные тарифы и разные такие вещи. Так что мне кажется, что решение неоднозначное. Соответственно, непонятно, в чём в нём больше будет в ближайшем будущем, во всяком случае, плюсов или минусов. Но мне кажется, что неминуемо. Надо просто вступать в мировую работу. Раз такая пьянка, я скажу ещё проще. Собственно говоря, резюмируя сказанное коллега, поскольку весь мир научился надувать ВТО, то мы, специалисты по надуванию, уж точно надуем. ВТО есть один важный, очень важный элемент между, а именно время между предупреждением, что ты нарушил правило, и исправлением своих действий. Вот на это мы и рассчитываем. Собственно говоря, мы будем нарушать, нам будут сообщать, что надо исправить положение, в это время мы будем нарушать что-нибудь другое, а здесь будем исправлять. И таким образом проживём. Собственно говоря, вот эта философия мелкого воровства, она то, на что мы можем твёрдо рассчитывать. Какая-то прямо неподдельная гордость за нашу страну звучит в словах Глеба Павловского. Послушайте, я вдруг поймался на том, что чуть не 20 лет говорим об этом ВТО, и на моей памяти сколько уже было говорено, сколько всяких разных круглых столов, дискуссий и прочего. И, по-моему, насчёт ясности широких кругов, что такое вступление в ВТО и что он на практике означает, так и не наступило. И все чего-то так боятся и не очень понимают, что дальше. Ну, как с Киотским протоколом. Как с Киотским протоколом, это правда. К лучшему, а Бог его знает. К лучшему, непонятно, да, сложная история. Ну вот, ладно. Хорошо, увидим. Скажите мне, пожалуйста, что в смысле той самой политической системы, политических процессов можно ожидать, ну, не знаю, там, грядущей осенью? Что у нас там будет? Ну, например, там, не знаю, выборы, да, осенние выборы, муниципальные, по-моему, губернаторов нескольких должны будем переизбирать. Пять губернаторов, да. Насколько это будет новенькое, или это всё то, что и так проходили, всё по-прежнему? Может быть, даже скорее к Дмитрию в первую очередь. Ну, новенькое будет, что всё-таки будут выборы. Выборы будут старенькие. То есть губернаторы будут использовать на всю катушку административный ресурс. Просто потому, что они другого не умеют, они так заточены. Новенькое будет то, что люди получат ещё один урок того, как эта машина работает, я имею в виду власть. Вот на федеральных выборах мы получили результатом чего? Был декабрь, и там все зимние события и на мартских получили, теперь и на октябрьских получим. Это всё тренировка, это всё воспитание чувств, и в этом смысле это полезно. Кроме этого, есть целая гора муниципальных, там 5 тысяч всего выборов-то будет, муниципальных, законодательных собраний и так далее. В некотором смысле это политическая школа, тем, кто её ещё не прошёл. Потому что на самом деле, тем, кто прошёл, кажется, что всё ежу понятно, что дальше смотреть, это всё вот цирк с конями, да? Но многие ещё верят. Ну, страна медленная, понимает, не слишком быстро. Так что, в общем, вещь будет полезная. Думаю, что красиво не получится. И ничего такого новенького по результату мы тоже, наверное, не получим. Я бы так позволил себе сформулировать прогноз. Из губернаторов, мне кажется, как там план по медалям, да? Из пяти возможных золотых медалей, четыре мы возьмём, а кто-то один, возможно, проверяется. Причём не скажу точно, в каком регионе. Может быть, Рязань, может быть, Брянск. Посмотрим. То есть, имеется в виду, один из пяти поменяется. Более-менее неожиданно, да, что-то произойдёт. Возможно. Так вот, в законодательных собраниях тоже будет достаточно интересно, потому что даже в «Единой России» раскалывается во многих случаях элиты, что понятно, потому что политическая конкуренция есть политическая конкуренция. Даже в советскую эпоху система была однопартийная, намного подъездная. Ну, а здесь тем более. Так что какое-то оживление будет, но я думаю, что поверхностное. Потому что... А вообще это очень важно. Вот это очень-очень важно, потому что мы осенью увидим, вот эта система внутри себя способна к обновлению или не способна. Если она не способна, это смертельно опасно, потому что значит, что раньше или позже она грохнется вся целиком. Вот правильно менять систему по кусочкам, значит, какой-то заржавевший или сгнивший блок убрать, поставить нового. Ну, пусть попробует себя, вдруг получится. А если не меняешь, то оно всё гниёт, 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 а потом хлоп, и мы получаем радикально новое обновление, которое продолжается десятилетним развалом. Остро не хотелось бы. Но в то же время логика системы такова, что она меняться внутри не хочет. Она хочет себя репродуцировать, репродуцировать. И она будет это делать, причём всё более тупыми и откровенными методами. Вот я надеюсь, что всё-таки что-то в ней ещё есть живое. То есть где-то всё-таки граждане смогут кого-то свалить и кого-то избрать. Если они не смогут это сделать, то даже не на кого будет пенять, кроме как на всю систему. Если ты избрал кого-то, ну, пеняй на себя и на того, кого ты избрал. А если ты не избрал, то ты вроде как в эти игры не участвуешь, и тогда виновата вся вертикаль целиком. В том числе Владимир Владимирович Путин. Вот есть внутри запас гибкости, адаптивности, я не знаю, бог знает чего, или нет. Хотелось бы, чтобы был, но... Но не очень верится. Мне очень верится, да. Глеб Адлевович. Ну, будущее будет, а сегодня уже кое-что уже видно. Есть, я бы сказал, ткачёвский тренд этой осенью, который, я бы сказал, при нас хоть потоп. Буквально. Да, значит, и сегодняшние события в том же Краснодарском крае, в Новомихайловской, говорят о том, что на географической карте не сменяем только ткачёв, а Краснодарский край, видимо, должен будет подвинуться, потому что он находится в неправильном месте для данного руководства. Это ведь... Куда подвинуться? За кавказский хребет? Не так много старого может сохраниться, если вы хотите сохранять таких мощных носителей беды, как губернатор ткачёв, то тогда, значит, сказать, вы должны быть готовы к новым и новым неприятностям. А он тоже избирается осенью, да? Ну вот его сейчас не включают в списки. Я надеюсь, что всё-таки догадается после второго наутнения, значит, всё-таки его найти способ его убрать. Но думаю, что... В партийные списки не... Да, да, да. Пока не включают? Да, да, да. А говорит ли это о том, что Единая Россия находится под ударом? Я не уверен. Тот хаос, который устроила сейчас, в этом году, исполнительная власть, разумеется, в паре с законодательной и судебной. Вот теперь у нас симфония власти, они все работают вместе. Вот в этом хаосе избиратель, как ни странно, сможет по полной ненависти к партии власти голосовать за партию власти. Потому что хаос порождает такую неопределённость, это же конкретная неопределённость в делах, в бизнесе и так далее, что... Ты думаешь, а на что? На что рассчитывать? А тут ещё новации, о которых вот говорилось, новации в избирательном законодательстве, которые фактически превращают выборы в процесс, в что-то похожее на, так сказать, какую-то процедуру очистных сооружений. Фильтрации, сепарации. Фильтрации, да. Фильтрации, эти фильтры. То есть там, например, возникают такие удивительные проблемы, как губернаторы, точно знающие, как что организовать, вынуждены сейчас организовать прохождение через фильтры, скупать эти несчастных муниципалов, сколько их там нужно. В общем, есть чем заняться. Вот, да. Под кандидатов. То есть система ещё внесла дополнительный хаос в саму себя. Но может ли в этом хаосе возникнуть система каких-то позиций политических? И для этого нет площадки. И тогда хаос работает просто вот на эту нерасчленённую власть. Избиратель вполне может, повторяю, кипя от ярости. Всё равно голосовать за них. Власти и за неё голосовать. И мы, кстати, найдём довольно много таких высказаний в социальных сетях, которые просто даже нельзя здесь воспроизвести в отношении партии, президента и так далее. Я вот за этих вот, рам-тарарам, я пойду голосовать, потому что, а, другие хуже, б, значит, один миф, в, значит, без этих, значит, вообще непонятно, что будет и так далее. Или ц, может быть, причина, а пусть будет ещё позже. Вот в этом смысле... Тогда быстрее завершится. Я, в принципе, согласен. Мне кажется, что власть осознанно создаёт ситуацию, когда публичная политика воспринимается как цирк с конями или собачья свадьба. А это осознанно? Да, вот я пытаюсь понять. Как вы думаете? Потому что когда вокруг собачья свадьба, остаётся возвышающийся один человек, и все мы его знаем, и на него только возлагаются наши надежды. Не знаю этих планировщиков, я не очень верю. Думаете, свободно? В отношении своих интересов, даже, так сказать, даже такой мелкой, далёкой вибрации, угрожающей, значит, интересам. Но, с другой стороны, это совсем не планировщики. Это совсем не сценаристы. То есть это само собой или... Но сообразить-то, что вот в ситуации дискредитации выборов тебе легче усидеть. Мне кажется, это несложно. Я думаю, что стратегия, если можно, такая, давайте перейдь дальше, пока прётся, будем наращивать хаос, а там посмотрим, потому что, смотрите, терпят же, кто бы год сказал, год назад, что это будут терпеть. А терпят, значит, наверное, ещё потерпят. Единственное, что эти ребята могут не учитывать, это вот проблемы мировых рынков, возвращаясь к началу, да, инвесторов, уже бог с ними, с инвесторами. Нового витка кризиса. Здесь всё ясно, да. Чёрного 2013 года мирового, который надвигается уже не на Россию, а просто на шарик. Вот, и поведение кредиторов. Но это очень сложно всё учесть, конечно. Это очень трудно учесть. Это финансовый рынок, на котором, извините, с которого кормится наша власть, а ей больше нет, куда кормиться. Про рынки-то я не знаю, а вот мне кажется, что сообразить, что когда внутри или внизу идёт какое-то там кубло, такая схватка между крайне несимпатичными личностями, то очумевший избиратель посылает всех лесом, и вполне удобнее и легче ему внушить, что ради стабильности надо поддерживать того, кто есть, и тот, кто всё-таки над этим всем возвышается. То есть, ведь у нас, кроме человека, который сидит верхом на вертикали, политиков-то и уже практически не дискредитированы. Вот, нет. То есть, я вчера, кажется, или позавчера по телевизору наблюдал, как выступал новый лидер правого дела, господин Ахлобыстин. Великолепное зрелище. Человек сидит в Мао-Дзюдуновске, такой, как это называется, такой китель, да, белого сталинского цвета, с бабочкой на груди, как положено хорошему комику, с абсолютно серьёзным лицом, говорит, что он будет заниматься кадрами, он понимает хорошо людей, а месседж очевидный, что вот мужика по приколу назначили руководителем партии. Да и вообще все выборы — это сплошной прикол. И вообще на них ходить-то не надо, потому что... Да, это, конечно, абсолютная уже... Вот, мне кажется, это осознанная политика дискредитации. Ну да, вот если... Вот это сознательная история. Конечно, если о том, что касается политического департамента нашей власти, сейчас там у них, скажем, щадящий, скажем, у них идёт процесс реорганизации, значит, незакончен, значит, сказать, то в том, что касается наших центральных медиа, там идёт, конечно, это... Это сознательным, и это уже надо, в какой-то момент придётся квалифицировать, сознательным растлением населения в особо крупных размерах, то есть фашизацией. Честно говоря, вот это больше относится даже к центральным медиа, чем к политическому департаменту нашей власти, который это допускает, и по своим соображениям. А почему здесь СМИ, центральные, федеральные СМИ, первые ученики в этом классе? Ну, они... потому что они тоньше. Но ничего себе тоньше. Да, они тоньше. Они тоньше, они растленнее, и они в каком-то смысле заинтересованы. Это же гигантский бизнес. Это просто большой бизнес. Здесь перед нами люди, отдельный отряд, но вот этого большого теневого класса бенефициаров. Других бенефициаров мы обычно не видим, да. Мы не видим их продукции. Да, вот этих людей, которых часто говорят, но никто не знает, как они делают дела. А в отношении медиа мы видим, как эти дела делаются, кто их делает и так далее. То есть здесь медиа превратились в некий самостоятельный комплекс, который, конечно же, работает под общим управлением власти, но, безусловно, вносит свою собственную отсебятину и очень опасную отсебятину в нынешнюю ситуацию. То есть людей действительно сбивают с толку и готовят к тому, что в момент реального кризиса, который уже достаточно близко, они просто превратятся в перепуганные, вопящие истерящие стадо. И вот здесь на это делается ставка. Но это же ужасно. Истерящие стадо — это что-то... Ну, просто это, безусловно, работа, ну, скажем, культурно на маргинализацию массового человека, а не культурно на фашизацию его. Ну да, появляется же необходимость твёрдой руки, а твёрдая рука есть только из одного источника. Нет, смех-то весь твёрдой руки-то нет. Люди-то будут думать, что есть. Твёрдая рука, да, да. Вот, здесь твёрдая рука... Ну, когда будет серьёзный запрос, можете найти. Да, но мы понимаем, что это будет не та рука. Ну, вы говорите про то, что делают с избирателем. А я вот смотрю, что делают с политиками. То есть вот тоже, неважно даже кого, замазывают всех. Вот идеальная в этом смысле, с их точки зрения, по-видимому, не с медиа, а с менеджеров, позиция Лукашенко. Он один возвышается, и вокруг огромное количество пигмеев, которые не дают вырасти. И действительно, кого и выберешь, что называют. Никого и не знают. Ситуация примерно та же самая и у нас, постепенно делается. Мы сейчас прервёмся на рекламу и новости середины часа. Сразу после этого продолжим наш разговор. Напоминаю, что говорю с Дмитрием Орешкиным и Глебом Павловским. Мы решили в конце лета заглянуть немножко вперёд и посмотреть, пофантазировать, а что же будет осенью, ближайший политический сезон. Оставайтесь с нами. Дмитрием Орешкиным и Глебом Павловским и Глебом Павловским и Глебом Павловским. Ещё раз вас приветствую. Это программа «В круге света». И сегодня мы в конце лета, в конце каникул решили поговорить о том, что нас, возможно, ожидает ближайший политический сезон уже с осени. Здесь Дмитрий Орешкин, независимый политолог, и Глеб Павловский, президент фонда эффективной политики, политолог. Ну вот остановились мы на страшном слове «фашизация» насчёт того, что и власти, если у них есть стратегии, либо у них так просто получается, и средства массовой информации много делают для того, чтобы происходила определённая маргинализация и даже фашизация, как было сформулировано, население. Вот что вы имеете в виду под фашизацией? Что вы имеете в виду? Ну, ещё раз. Я сейчас говорю не об идеологии, да, у нас понимают, что оно как идеология, а скорее о технологии и определённом, так сказать, типовом массовом субъекте, который таким образом политически воспитывается. То есть субъект, для которого не существует, осмеиваются, уничтожаются все ценности, особенно так называемые мировые, то есть над ними становится принято смеяться. Мы единственная страна в северном полушарии, где можно смеяться над словом «толерантность». Более того, официальные люди позволяют и смеяться над словом «терпимость», «толерантность». А, между прочим, Россия как раз и, пожалуй, чуть ли не единственное государство, которое существует исключительно благодаря, значит, как говорится, сохраняющимся остаткам. Как только исчезнет толерантность, исчезнет и государство России. То есть вот эти и ещё тот важный момент. Мы государство, которое, повторяю, экономика которого намертво сращена с глобальной экономикой. И если… А внутри страны создаётся общество, большинство, которые учат ненавидеть окружающий мир, презирать, ненавидеть окружающий мир. Я хочу сказать, что такого не делали даже в Советском Союзе. Это как бы здесь переедены пределы, которые существовали в Советском Союзе, ненависти к окружающему миру и к тем, кто не такой, как ты. И это делают масс-медиа. Это делают масс-медиа. Ну и, конечно же, вот эта маргинализированная среда политиков, которые сейчас так блестяще представлены новым составом Государственной Думы. Ну, я-то думаю, что здесь нет никакой умной стратегии, на самом деле. Они решают тактические задачи. А тактическая задача какая? Это угнетает очень. Что одна тактика и нищего не стратегия. Оттеснить вот этих оппозиционеров. Дискредитировать их. Заодно дискредитировать само понятие политических партий. Ну, что такое вообще публичная политика? Или ради бабок, или по приколу. Дискредитировать выборы. Формулировка простая, но ёмкая. Это правда. Дискредитировать парламент, по большому счёту. И тогда остаётся только кто? Ну, менеджер фиктивный, который над ними, над всеми возвышается, до выборов по существу не опускается, он как бы всё равно его переизберут. Вот, решая эту тактическую задачу, они уничтожают то, что называется институтами государства. Так вот, дискредитируют в глазах людей. И, что очень опасно, многие на это ведутся. Когда умный человек, посмотрев на всё это, вот, кипящий бульон, говорит, что я там в сортах Г не разбираюсь, на выборы не пойду, ему власть аплодирует. Молодец, не ходи. Стратегия низкой явки. Чем меньше народ придёт, тем нам, Владимир Евгеньевич, Чуров, легче обеспечит правильный результат. А мы на это разводимся. Так вот, я-то думаю, проблема фундаментальная. Исключается она в том, что власть вот с этими ужимками и прыжками, прихихикиваниями и подмигиваниями, она уже заигралась. Она думает, что она над нами смеётся, а уже люди начали над ней смеяться. Уже смешно. Так, причём зло. Зло смешно. И, на самом деле, во всяком случае, в продвинутых регионах выборы будут даже не между какими-то политическими программами, потому что никто их и не читает, никому они не интересны. А вот, мне кажется, происходит сдвиг моды, что ли. Людям вдруг стало противно стебаться. И, я надеюсь, я не знаю, может быть, вот это ощущение проявляющейся ответственностью перед страной, перед будущим, перед детьми, бог знает, перед кем, да к самоуважению, в конце концов, людей подвинет, и они всё-таки придут проголосовать, потому что, если придёт, скажем, много народу, человек 60% явка, то фальсифицировать выборы довольно трудно. Во всяком случае, гораздо труднее, если их придёт 20%. И здесь, мне кажется, вопрос вот даже о чём. Скажем, вот возьмём простые примеры, там, калининградский мэр, там, или химкинский мэр, неважно, какая там у кого программа, но есть люди, которые говорят что-то серьёзное и верят в то, ради чего они идут. И есть вот эти мастера жонглирования словами, которые уже лет 10 жонглируют на проволоке ради бабла и ради прикола. И вот они-то как раз выборы представляют как игру с краплёными картами и так далее, и так далее. А для того, чтобы спастись, извините, я терминологией пользуюсь какой-то из отчасти религиозного лексикона, надо возвыситься над этим и согласиться быть наивным, согласиться пойти и проголосовать. Потому что если мы этим инструментом не воспользуемся, то или вот тот самый появляется новый национальный лидер или старый национальный лидер в новом качестве, который будет восприниматься как твёрдая рука и ничего другого, и тогда у страны нет ресурсов внутреннего обновления, потому что этот лидер, он навсегда. Или крушение всей этой системы, потому что внутри себя она уже не допускает обновления. Вот мне не хотелось бы ни того, ни другого, и падение системы, вот этой самой путинской, многократно проклятой, оно будет более болезненно, чем сама система. Вообще, преступление вот такого рода режимов в том, что после них становится ещё хуже, чем при них. И за счёт этого они себя и сохраняют, люди боятся перемен, что будет ещё хуже. Но самое ужасное то, что действительно в последнее время даже не то, что смешно стало, а у меня ощущение действительно каких-то пройденных порогов. Иногда происходило что-то, что казалось невозможно, вот против здравого смысла. А оно происходит, и дальше вроде как опять съели, опять пошло дальше. Взять даже череду вот этих вот новых законопроектов, да, или поправок существующие, которые проходили по МПНКО, по массовым этим митингам, манифестациям, там, шествиям, да, ответственности. Дальше по клевете, да, вот это вот ужесточение. Сейчас предложили свеженький ещё законопроект, да, по чиновникам, по судам, ну и так далее. Вот иногда ощущение, что зашкаливает уже, ну так нельзя, ну так невозможно. Оказывается, возможно, наверное, потому что всё-таки касается это и осмысляется это довольно небольшой группой людей, а в основной своей массе людям, наверное, как-то. Вопрос не просто в малой группе, ещё вопрос, есть ли у самой этой малой группы реальные, так сказать, противоядия, она что, считает себя защищённой от этого общего неправового контекста, в котором происходило в эти 20 лет? Нет, даже если нет чувства незащищённой, а есть чувство опасности, а что сделать? Да, а это усиливает ощущение опасности, потому что исчезает представление об альтернативе. Ну хорошо, значит, это ужасно, да, а эти ребята, они что, они другие? То есть альтернативы, да? Да, 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 они что, они это лучше устроят, вот сказать, так, по крайней мере, понятно, вот у некоторых ведь, особенно в среднем бизнесе, есть какая-то дистанция между ними и государством. Если особенно они не работают в бюджетных программах, вот они знают, куда, окошечко, куда бросать деньги. Вот, и как бы это цена этой дистанции. А может быть, с этим новым металлодистанция исчезнет, да? Ещё, 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 короче. Вот, ведь никто этого не объясняет, а позиция занята, обсуждает те вещи, которые, любые вещи, кроме этих, да, обсуждает, кто будет стоять вот 15 сентября на трибуне. Это очень важный вопрос, кто будет стоять на трибуне. Понимаете, здесь возникает, ну, это проблема повестки дня, отсутствует представление о политической повестке, и здесь я присоединюсь к Дмитрию в том смысле, что, я думаю, выявляется скрытая новая повестка, которая может стать важной этой осенью. Она не политическая пока, для начала. То есть, это проблема какого-то самоопределения человека, отказа говорить на языке, который просвоен этим политическим стёбом, матом и бандитской лексикой, в которой мы все погрузились за эти 20 лет. Мы в разные последовательности, но все более-менее приняли эти правила языковой игры, а ведь они нас изолируют от русской традиции, от традиции русской литературы. Мы как бы её хороним заживо, а похоронив её заживо, мы уже не можем предложить никакого либерального проекта, потому что... Это всякое место местного, связанного с русской культурой, потому что мы перестали говорить на русском языке, политическом русском языке. Я думаю, что восстановление привычки к чистофлотности языковой, лингвистической, этической, да, это, во-первых, это уже заметно. Это уже заметно, и я думаю, что вот это «о» говорит о том, что нам ещё идти-идти. Это да. Послушайте, но я вот задумалась, действительно, ну, 15 сентября или какие-то осенние выступления, кстати, тут вопрос в интернете был. Власть сделала многое для того, чтобы там по-своему распределиться, разобраться с ситуацией, а что сделала за летние каникулы оппозиция, да, кроме того, что призывает там на какое-то очередное массовое действие. Вопрос, между прочим, а что, собственно говоря, сделала эта самая оппозиция, ну, во всяком случае, в лице тех, кого мы знаем, да. Вы имеете в виду несистемную оппозицию. Ну, конечно, конечно, потому что системная оппозиция, она уж очень в системе. То есть тоже не надо, вы имеете в виду парламентскую, да, думскую, да, ладно, системные вряд ли можно назвать, и оппозиции тоже. Я не знаю, как ее назвать. Дмитрий, а что сделала оппозиция за летние? Ну, на мой взгляд, конечно, очень мало, но вот в терминах нормального политического языка и нормальных политических процедур я с большим интересом слежу за тем, что вот в этом самом совете, я даже не знаю, как он называется, организационный совет, по-моему, координационный совет. Болотной площади, условный. Вы понимаете, они проведут, я уверен, честные выборы, потому что они друг за другом будут следить при нормальном, абсолютном политическом расхождении, причем часто радикальном. Ну да, там правый Немцов, левый Удальцов, Навальный, националисты и все, кто угодно. У них есть общий интерес. Действительно определиться, кто будет в этом комитете. И они действительно создают некоторую альтернативу чуровским выборам. Своим. Свои создают. Они создают как бы протопарламент, игрушечный, чрезвычайно маловлиятельный. Но они играют всерьез. Вот они без сетебаловы играют. И они говорят на другом языке. Они решают конкретные проблемы. Не будем лицемерять. Значит, пусть каждый голосующий заплатит по трояку. Деньги небольшие, но все-таки символическое это как-то что-то подтверждает. Трояк это что? Три рубля. Если ты хочешь голосовать в интернете. То есть они пытаются ответить на реальный вопрос. Что это мало, это безусловно. Что это может быть даже в осеннем смысле бесполезно. Я тоже думаю, что в значительной степени бесполезно. Но они отвечают на этот самый запрос внутреннего позыва к чему-то нормальному, человеческому и здоровому. Что это не игра какая-то. Я тебе сдам три шестерки, а ты мне подсунешь туза, и мы вдвоем пройдем вместе, а потом распилим бюджет. Там бюджет, слава богу, нет. И в этом есть что-то человеческое. Ну есть что-то человеческое. Но не случайно, наверное, поэтому чуть ли не каждого хотят в тюрёк запихать под тем или иным соусом. Ну конечно. И дискредитировать. Дискредитировать, и связи поливать. Можно я сейчас договорю? Да, да. Вот смотрите, как это всё делается. Каспаров укусил милиционера. И тот стал ходить конём. Да, замечательный ход какой. Это же ровно повторение советской логики. А Керенский убегал из Зимнего дворца в женском платье. На самом деле нет. Не было. Но в массовом сознании это закрепилось. И вот эта дискредитация. Кто такой Керенский? А он в женском платье убегал. Кто такой Каспаров? А он кусает ментов. Ну это же вот что-то настолько отвратительное по отношению к натуре человеческой, что вызывает инстинктивное чувство протеста. И мне уже становится, вот мне персонально, наплевать, у кого какая программа. Удальцовская, Немцовская, Чириковская, Навальниковская. Но я понимаю, что это люди, они говорят со мной всерьёз. Они мне нравятся, не нравятся, я там могу симпатизировать тому, другому. Но это люди другие, понимаете? А сделали они мало, я согласен. А что они мало? А вот Дмитрий Орешкин всё тот же, идеалист. Да, да, наивный. Ужасно не симпатичный, но идеалист, это точно. Ой, боже мой. Слушайте, ну а ваш взгляд на то, что позиция успела? Я, не споря со сказанным, просто спрошу. Ну, ведь на митинги на эти с декабря, кстати, я не согласен с тем, что в декабре приходили не всерьёз. И те, кто был на трибуне, и те, кто приходил на площадь, ещё как всерьёз приходили. Нет, мне кажется, это было самое серьёзное. Да, вот, поэтому нельзя сказать, что они играли. Это не так, нет, что это без игры. Играют другая страна. Половина ведь тех, кто приходит, по моей личной статистике, не слушает говорящих. Это правда. И в каком-то смысле, да, да, да. И не чувствуют, что они не демонстрируют отсутствие интереса, они просто не за этим приходят. Так вот, для них, что собирают по три рубля, и прозрачная процедура, не прозрачная, они в ней участвовать не будут. Эта процедура будет значима для тех, кто в ней участвует, безусловно. Процедура вообще значима для тех, кто в них участвует. И, значит, это ещё дополнительные, так сказать, дополнительные линии отсечки одних от других. И это не, с моей точки зрения, это не укрепляет этот тренд. Хотя, это, в принципе, позитивно. Да и, понимаете, как, я вообще не думаю, что сейчас оппозиция может перехватить власть. Нет, нет, она не может сейчас перехватить власть. Это только Левон. Это только, да, некоторые так рассуждают. Ну, мне кажется, мы просто нарабатываем мускулы, язык, взаимные правила договора. Вот скажу абсолютно свой бредовый взгляд. У меня такое ощущение, что пока не возникнут какие-то новые профсоюзы, и не будет серьёзной работы именно на этом уровне, ситуация мало ли не есть. Есть профсоюз русского народа. Слышали, наверное, такое? Я неправильно. Как раз о чём Глеб говорит. Я про профсоюзы, которые будут именно огромное количество людей объединять по иному принципу. И это будет та работа, которая будет вовлекать очень разных людей, которые сегодня далеки от этой самой политики. Мне кажется, через них. Но поскольку сейчас ещё ситуация поля не пахана, то не брать же всерьёз профсоюзы, которые достались нам ещё со времён очаковой покорения Крыма. Ну, гадать это, гадать о таком каком-то будущем. А что? А давайте представим себе, как всё это кончится. Политически это обычно бессмысленное занятие. Конечно, конечно, согласен. И, так сказать, сезон, вот он сейчас уже начинается, новый политический. И в нём, конечно, значимо, что вот эта верхушка протестного движения, в основном московского, скажем прямо, а не какого-то ещё, вот она как-то организуется, консолидируется и так далее. Это просто приведёт к какому-то прояснению в любом случае. Это хорошо. Но это ничего не говорит нам о том, возникнет ли какой-то набор предложений, из которых сможет выбирать гражданин, будь он избиратель, или будь он просто обеспокоенный происходящим человек. И, кстати, будь он чиновник. Потому что, так сказать, чиновник – это, во-первых, видная часть нашего среднего класса, и, собственно говоря, тоже в значительной степени обеспокоенная часть среднего класса. Так вот, ему вообще предложений никаких не делают. Ну, в общем, тоже важная история, потому что их много. Ну, в счёт рабочих, а вот сколько у нас реально чиновников, чиновных семей. Да, и это огромная сила, конечно, особенно в Москве, это правда. Понимаете как, я вообще думаю, что просто институт политики дискредитирован, и, соответственно, искать решения в политике, мне кажется, достаточно малоконструктивным. Я согласен, что я идеалист, я всё время верю, что Россия – великая культура, великий народ, и должна нащупать какой-то выход даже из такой как бы безвыходной ситуации. И, может быть, я себя обманываю, но мне кажется, что меняется мода. Вот как невозможно объяснить, почему было модно там клешёные брюки, а потом не клешёные, наоборот, узенькие. Вот просто надоедает. И вот я вижу, как вся риторика, ужинки и прыжки, которыми сейчас занимаются властные люди, изображая себя серьёзно, когда Владимир Евгеньевич Чуров говорит о том, что наши выборы лучше американских, это начинает уже просто доставать. А вот как это ощущение, что мода сменилась, реализуется в политике, реализуется ли она в политике или в чём-то другом, как начало реализовываться в «Пусть сирает» или в «Окупай-абай». Ведь «Окупай-абай» – это не политическое движение, они же никакой программы не выдвигают. Вот как это реализуется, я не знаю. Но что-то произойдёт. Осенью, зимой. То есть в течение сезона что-то произойдёт? Мне кажется, да. В течение ближайших месяцев будут смеяться над властью. А для такой власти это, в общем, смертельно. И будут нащупывать что-то другое. Я думаю, что молодёжь это найдёт. Я уже человек не способный. То есть, возможно, предстоящий сезон – это время, не знаю, по крайней мере, креатива такого? Ну, время каких-то внутренних глубинных перемен. Каких-то перемен. А что новое вылезет на поверхность, я не смею предполагать. И самое последнее, о чём хочу вас спросить, успеваю, вернее, спросить. Скажите, а вот что касается внутри этой самой власти, где, возможно, и нет стратегов, а есть тактики. Она монолитна более-менее, хотя бы в верхах своих федеральных? Или там тоже идут какие-то процессы, которые, возможно, дадут нам изменения политической картины в ближайшие месяцы? Ну, вообще, слово «монолитность» здесь совсем не подходит у нас. К добру или к ЗУ, значит, нет ничего монолитного в России. Сама Россия не монолитная, народ не монолитен, слава богу, и никогда не был монолитен. И власть, размазанная по территории, приросшая большей частью, за исключением, конечно, вот этого премиальной группы, которая там парит на воздушном шаре над всеми, вот она тоже не монолитна. — Нет, это понятно. А вот премиальная группа? — А премиальная группа, она очень важна и мало интересна в каком-то смысле, потому что у неё наиболее застойный набор интересов. — То есть с ними более-менее понятно, да? — Она наименее маневренна, потому что у неё очень мало возможностей, так сказать, легитимизироваться. — Хорошо, а вот это региональные, размазанные, приросшие. — А есть же, в общем, честно говоря, сотни тысяч, миллионы людей, которые занимаются просто хорошей или плохой, хорошо или плохо, компетентной или малокомпетентной позитивной деятельностью, рациональной деятельностью, связанной просто с управлением, с процессами, с индустрией, с экономикой и так далее. — Кто-то из них ворует, кто-то не ворует, мы сейчас не разберём, но они включены в некий позитивный процесс, и, конечно, их настроение, они хотели бы найти позитивную стратегию. — Вот это, мне кажется, здесь, если искать не надежду в каком-то смысле, и, может быть, не самую приятную социальную группу, молодёжь, конечно, значительно приятнее. — Вот здесь, я думаю, политическая и государственно перспективная среда. — Дмитрий, я поняла вас, Дмитрий, несколько слов. — Я согласен с тем, что монолитности нет. Та часть людей, которые сейчас наиболее хорошо себя чувствуют в политике, заинтересованы в консервации ситуации. Соответственно, завинчивать гайки, уничтожать оппозиционеров и пачкать всю поляну вокруг. Это понятно. Но есть люди и наверху, и в среднем звене, которые не хотят сидеть в клетке, на которой написано «Ещё один последний диктатор Европы». Они хотят ездить за рубеж, у них там дети, деньги и всё остальное, и они начинают сопротивляться. Мне кажется, даже и там есть уже сигналы того, что внутренние какие-то конфликты. Не зря Медведева стали в этом фильме мочить, что, оказывается, он вообще-то трус, ещё что-то там, и не он давал приказ и прочее, прочее. Никогда бы генералы всего этого не рассказали, если бы им с самого верха не дали сигнал. Значит, есть серьёзная борьба. Понятно, за что. Борьба за топливно-энергетические комплексы, соответственно, за деньги для военно-промышленного комплекса от него. Это всё понятно, но это означает, что уже... Настроение не столь одинаковое. ...путинского консенсуса, как сформулировал в своё время, кончилось. То есть, я сказал бы, что управляющий класс, я думаю, в России всё-таки не сдаст. Если сможет, не сдаст. Правящая группа, может, и сдала бы, а управляющий класс не сдаст. Спасибо. Мы заканчиваем. Время наше вышло в эфире. Это была программа «В круге света». Говорили с Дмитрием Орешкиным и Глебом Павловским, политологами. Мы говорили о том, чего нам ждать, ну, вот, по мнению моих уважаемых собеседников, чего нам ждать от предстоящего политического сезона. До встречи через неделю. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин